Друзья, привет! Сегодня я хочу окрасить волосы чаем каркаде. Чай каркаде издавна славится тем, что имеет насыщенный красный цвет. И для этого я взяла вот такой вот чай принцессы Ява и заварила его очень-очень крепким. То есть вот взяла три пакетика чая на достаточно маленькое количество воды. По цвету он похож на свекольный сок. И для окрашивания я беру две пряди вот таких вот светло-русых волос. Почему я беру светло-русые? Да потому что на них отчетливо будет виден итоговый цвет. А на темных волосах проявится лишь оттенок. Ну и окрашиваю я сначала прядь первую, просто окуная ее в этот самый чай каркаде. После того, как прядь хорошо пропиталась, я выкладываю ее на целлофан и сверху тоже накрою целлофаном. Для того, чтобы в течение трех часов окрашивания прядь у меня не высохла и продолжала выбирать из себя цвет. Для приготовления красящей смеси для следующей пряди я взяла хну и басму в равных соотношениях. То есть один к одному одна часть хны и одна часть басмы. И разбавляю все это крепким опять же чаем каркаде. Смешиваю все эти компоненты до получения однородной кашицы. И затем прядь следующую полностью пропитываю этой красящей смесью. Выкладываю эту прядку на пакетик. И также я беру прядку, которую я раньше уже окрашивала хной в чистом виде. И тоже хочу подвергнуть ее окрашиванию каркаде. Закрываю все это пакетиком для того, чтобы в течение трех часов красящая смесь не высохла на волосах. Друзья, и пришло время оценить результат. Ну вот та смесь, где я делала одну часть хны, одну часть басмы и залила все это крепким каркаде. Ну цвет итоговый здесь меня не впечатлил, если честно. Потому что вот обычная смесь хны и басмы без добавления каркаде мне нравится даже гораздо больше. А здесь цвет выглядит так, как если здесь немножко бы басма была в меньшем количестве, чем хна. То есть каркаде здесь практически не сыграл никакой роли. А вот поинтереснее результат получился там, где я просто хну, смешала с каркаде. Получился такой более насыщенный глубокий оттенок. Я бы сказала, что он наверное чуть темнее, чем если бы окрашивать эти волосы просто хной. Смотрите, вот окрашенная прядь просто хной. Она более ярко-рыжая, медная. А вот каркаде, добавленный в эту смесь, он немножко приглушил этот цвет яркий. То есть он менее кричащий такой, более спокойный. Но все-таки тоже очень насыщенный, красивый, интересный оттенок. А вот каркаде просто отдельно сыграл такую роль, что заблокировал желтый пигмент на этой пряди волос. Я хочу вам показать, какие волосы были по цвету изначально. Вот они. Видно вам или нет при данном освещении, я точно не знаю. Но здесь явно читается более ярко выраженный желтый подтон. А на этой пряди уже волосы стали более-более пепельного, холодного оттенка. То есть красный розовый пигмент чай каркаде заблокировал здесь желтизну. Если вам интересно и другие, посмотрите вариации на тему окрашивания волос с помощью растительных и натуральных других красителей, то посмотрите, пожалуйста, и другие видео на моем канале. Ну а в этом видео у меня все. До встречи в новых видео. И пока-пока. До встречи в новых видео.